Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В последнее время у меня ощущение, что мои коллеги по работе меня игнорируют и не желают со мной общаться. Со мной они всегда здороваются, хотя я всегда здороваюсь со всеми, когда прихожу на работу. Ни с кем не ссорилась, но и ни с кем дружбу особо не водила. Ограничивалась официальным общением на работе. Были предпосылки в прошлом и неприятные инциденты в мой адрес, поэтому сближаться и откровенничать ни с кем из них особо не хочу. Я знаю, что меня считают закрытым человеком, потому что о себе ничего не рассказываю, но это во избежание зависти и слухов. По социальному статусу я намного выше большинства моих коллег. Я вдобавок закончила ученую степень и сразу получила новую должность. Ощущение, что меня возненавидели. Рассказал о ситуации мужа. Он посоветовал мне обращать внимание и забить. Сказал, что я самодостаточный человек и возможно я просто другими глазами взглянула на своих коллег. Подскажите, есть ли проблема или я сама себя накручиваю? Ну, я не знаю, что есть проблема вообще. То есть, как бы... Слово проблема, оно такое очень неопределённое, да? Потому что для кого-то является проблемой, к примеру, то, о чем вы говорите, для кого-то нет. То, что вы об этом говорите, не означает, что для вас это проблема. Как бы это вот странно не звучало, но не означает. Особо совсем. Другой вопрос. Другой вопрос. Другой вопрос. Что есть, ну, я бы сказал, некоторое, может быть, противоречие в том, что вы говорите. То есть, с одной стороны, вы говорите о том, что вы не хотите ни с кем откровенничать. С одной стороны. С другой стороны, вы говорите о том, что вот как-то вот со мной никто не общается и не здоровается. Ну, это, на мой взгляд, противоречие, потому что если вы не хотите ни с кем сближаться, да, условно говоря, ну, если вам там всё равно, то вам всё равно на то, общаются с вами, здороваются с вами или нет. Вот. Если вам не всё равно, значит, вы общаться хотите, скорее всего, только вот как-то, может быть, не признаётесь, ну, не признаётесь себе в этом. Вот. То есть, вы, по сути, ну, как бы бежите, избегаете какой-то вот реальности. Это первое. Второй момент. Это то, что у вас вот были, как вы говорите, инциденты в прошлом. Скорее всего, не пережиты какие-то это истории, вот, скорее всего, не обреагированные какие-то истории до конца вами. Вот. То есть, тут тоже есть момент. И момент такой достаточно серьёзный. В этом смысле. Инциденты в вашу сторону, это вот тоже, ну, такой, как мне кажется, важный момент, потому что это болевая точка ваша. Как вам сказала уже моя коллега, что вы здесь уязвимы, и с этой уязвимостью вы не знаете, что делать. Да? Как бы. То есть, вы вроде бы вот пытаетесь как-то этого избежать, да, вроде бы вы пытаетесь как-то вот, чтобы это не повторилось, но получается, что... все равно боитесь, боитесь, опасаетесь, вас это как-то тревожит и так далее. То есть, вы вот здесь чувствуете себя слабо. Вот. Возможно, возможно, только, это только, ну, вот, только предположение, что у вас не получается как-то это контролировать. Вам хочется контролировать, ну, ситуацию хочется контролировать, но вот, не получается, соответственно, вы чувствуете себя уязвимо. В этом смысле. Ну, и такой, пожалуй, самый важный момент, это момент в том, что, ну, вот, как бы... Говоря про то, что вас ненавидят, да, вы проецируете как-бы на других людей свое отношение к себе, получается. Вот. Вот. Вы обецениваете себя как-то вот тут. Вы обецениваете себя, вы принижаете, на мой взгляд, себя и, как мне кажется, пытаетесь, доказать, пытаетесь доказать себе, что вы достойны, ну, что вы достойны, ну, что вы достойны. Вот. Только не получается у вас это сделать, вот, потому что закрытость, это вот, к сожалению, да, закрытость, что такое закрытость? Это больше про страх оценки. Вот. Вот. Если я откроюсь, если я как-то вот себя, ну, проявлю, вот, то меня как-то вот негативно оценят. Как-то вот ко мне, ну, не очень хорошо будут обноситься, скажем так. Понимаете, да, какая здесь есть тенденция? Да, вы, конечно, с этим можете не согласиться. Ну, вы можете быть с этим не согласны, это ваше право. Вот. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь в этом смысле все довольно очевидно. Вот. И работать я предлагаю именно с этими моментами, с этими аспектами. Вот. Дальше, когда уже вот как-то у вас это будет, ну, скорректировано, можно будет уже говорить о выстраивании коммуникации на том уровне, да, вот, который, ну, вас устроил бы. Вот. Опять же, сейчас об этом вести речь, ну, на мой взгляд, ну, несколько вот нерационально несколько не имеет смысла, да, потому что вы находитесь вот в этом, ну, в этом противоречии, так скажем. Данное противоречие, на мой взгляд, свидетельствует еще о том, что вы как-то вот не привыкли себе доверять. То есть, ну, вот у вас нет, нет, нет у вас навыков по доверию себе. Вот. То есть, понимаете, вы спрашиваете у нас, проблема ли это, знаете, какая-то штука. Если вы об этом пишете, значит вас это волнует. Вот. Ну, как минимум. Как минимум. Вот. И, соответственно, раз вас это волнует, значит, ну, что-то из этого вам болезненно. Вот. Ну, вы спрашиваете у нас, что это подразумевало? Это подразумевает то, что если мы вам скажем, что, ну, нет проблем никаких, да, как бы. То есть, ну, это не проблема. Вот. То что вы сделаете? Ну, вот, ну, вот серьезно, что вы сделаете? Если мы скажем, что это не проблема. Вы просто перестанете видеть в этом проблематику? Или как? То есть, что вы сделаете, если мы скажем, что это не проблема? Вот. Знаете, какая штука-то тут? И я бы сказал, я бы сказал, что вот это меня, пожалуй, ну, тревозит, ну, больше всего. Вот. Понимаете? И вас это тоже тревожно, скорее всего. Вот. Поэтому я бы предложил вам консультирование, да, я бы предложил вам психотерапию, вот. разобраться в себе, разобраться в своих переживаниях, да, вот, разобраться в своих чувствах, в своих эмоциях. И дальше уже выстраивать, ну, взаимодействие с людьми так, как, ну, так, как вам этого хочется. Вот. А не, вот, ну, а не с той позиции, вот, которая, ну, у вас, вот, сейчас имеет место быть. Ну, вот, то есть эта позиция, вот, она, она такая, что вот я не уверен, не уверен, да, в том, что это проблема, меня это волнует, но я как-то это игнорирую и, и, в общем-то, всё на этом. Вот. То есть, меня, ну, мне в этом, вот, в этом смысле, да, мне ваше отношение к себе, ну, как бы здесь не по душе, оно меня тревожит. Вот, мне кажется, мне кажется, кажется, что вот, ну, вы к себе относитесь, ну, не совсем корректно. Вот. Ну, как бы, хорошая новость заключается в том, что это можно исправить. Вот. Хорошая новость заключается в том, что можно это подкорректировать, да, и, соответственно, вас все, ну, вас это будет волновать уже меньше. Вот. Ну, опять же, повторюсь, что многое зависит от вас, вот. Ещё я думаю, что такая позиция, в которой вы находитесь, да, для вас имеет какую-то выгоду в царе. И, соответственно, вы получаете вполне возможно, что в, ну, более активном взаимодействии с людьми, с другими людьми, вы могли бы сомневаться в том, что, ну, вот, что вы имеете право, там, на выражение своих эмоций, на выражение своих чувств. Вот. Вы могли бы сомневаться в этом. А вот так, ну, как бы, общаясь, точнее, не общаясь с людьми, ну, вот, ну, как бы, находясь вот на расстоянии, да, от людей, вам легче сохранять статус, статус-кво. Вот. Но проблему, ну, проблему неуверенности какой-то, да, это не решает, к сожалению. Вот. И это нормально, это не может решить, потому что так, ну, так не решается, ну, проблематика так вот не решается. Она решается через индивидуальную работу, как правило. Вот. Поэтому мне кажется, что вот такие аспекты имеют место быть вам, до вас донести. Вот. Поскольку вы называете себя закрытым человеком, то я бы сказал, что у вас действуют, ну, как бы, могут действовать и достаточно сильно могут действовать механизмы психологической защиты. А вот, то есть, ну, сопротивление такое вот может иметь место быть. Поэтому я здесь не рассчитывал бы на какой-то такой моментальный, ну, моментальный легкий результат. Вот. Я бы не рассчитывал на это. Я бы рассчитывал на такую вот последовательную работу. Тем более, что, тем более, что ситуация, судя по всему, да, у вас она терпится. Вот. То есть, можно поразбираться. Вот. Такие дела. Я бы не стал говорить, я не стал бы говорить, ну, в контексте того, насколько серьезная, несерьезная ваша проблема. Вот. Потому что, мне кажется, что так, ну, было бы некорректно, некорректно было бы так говорить. Вот. Мне кажется, что вы, ну, вы можете сами этот аспект увидеть именно вот в процессе работы, индивидуальной работы. Вот. Такая, такая вот история. Поэтому рассмотрите для себя возможность психотерапии, возможность психотерапии, возможность консультации. психотерапии. Я думаю, что ваша жизнь, она будет налаживаться. Вот. Ну, в любом случае. Единственное, вот, что может вас отпугнуть, это момент с изменениями. То есть, вот, какие-то изменения, перемены, ну, вот, скажем так, перспективы, вот. Конечно, могут человека пугать. Особенно, если, ну, если человек себе не очень доверяет, да, то это вполне реально, к сожалению. Вот. И опять же, здесь неплохо было бы заручиться именно вот, ну, именно поддержкой психолога, да, поддержкой специалистом, который мог бы вам помочь. Понимаете, да, что я имею в виду? Вот. На этом, на этом всё. Я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы для себя увидели, ну, вот, в том, что я рассказал чего-то, ну, что-то новое. Вот, что-то интересное для себя имеется в виду. Буду вам благодарен, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это поможет вам молчать над собой работу. Всё это позволит вам, ну, двигаться вперёд. Вот, это позволит вам увидеть новые такие вот для себя, ну, перспективы. Вот, и, как мне кажется, вы приблизитесь к тому, чтобы изменить свою жизнь. Вот. Ну, а мы, мы, психологи, будем рядом и поможем вам, вот, настолько, насколько вы нам это позволите. Главное, не бояться, да, и вы большая молодец, что обратились за помощью. Вот, вы большая молодец, что заговорили об этом. Я уверен, что в этом смысле всё у вас получится. Вот. И, в заключение, вот, то, о чем я ещё забыл сказать, да, но, вот, на мой взгляд, об этом тоже важно сказать. То, что, вот, вы как будто бы сравниваете себя с, ну, вот, другими людьми, да, говоря о том, что вы выше, ну, по статусу. Вот. Вот. С точки зрения, психология, ну, подобно, вот, от неуверенности, ну, происходит. Вот. Вот. А, мне жаль, вот, это, ну, говорить. Вот. Но это вот, вполне может происходить от неуверенности. Поэтому, с этим тоже, вот, нужно работать. Я не знаю пока, хотите ли вы это, ну, этого или нет. Вот. Вот. Я надеюсь, что вы скажете как раз таки. А, ну, в обратной связи расскажете об этом. Ну, пока. Так. Всего вам самого доброго. Спасибо за обращение. Будем на связи. Удачи. 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 Удачи.